Перехватчик МиГ-31. Уникальный воздушный корабль, к пилотированию которого раньше допускали только пилотов первого класса. Сегодня летать на нем обучают молодых лейтенантов, выпускников училищ 2006 года. 50 вчерашних курсантов на трех аэродромах должны освоить этот сложный самолет. Мы побывали на одном из них, в Саваслейке. Одна из основных проблем современных российских ВВС – опасность утраты преемственности поколений. Опытные пилоты уходят на пенсию, а молодые летчики долгое время не имели возможности летать. Период так называемых реформ не прошел для боевой авиации даром. Молодежь, даже ту, что еще оставалась в строю, учить летать было просто не на что. Поэтому при приходе молодежи в строевые части, командира была основная задача сохранить свои боевые возможности, боевой потенциал. Поэтому он держал летчиков, которые были боеготовы. И молодежь как-то тогда двигалась на второй план. Все средства бросались на подготовку летчиков, несущих боевое дежурство. А опытные летчики и инструкторы, которые могут подготовить новое поколение авиаторов, не вечны. Еще более сложной кадровая ситуация была в полках, на вооружении которых состоят перехватчики МиГ-31. Машины, требующие высокого уровня подготовки. Именно поэтому, еще два года назад, решением главкома ВВС были организованы сборы по подготовке молодого летного состава на самолетах МиГ-31. Преследуют эти сборы две цели. Первая цель – это повышение коллекционной категории. То есть мы готовим летчиков третьего класса на второй и летчиков второго класса на первый класс. И вторая цель – это подготовка молодого летного состава. Дело, которое сейчас происходит, неслыханное. Его можно было бы назвать авантюрой, если бы все не было продумано, и работа уже не начала приносить свои плоды. Выпускников летного училища, имеющих общий налет всего 180 часов, и это на скромной летающей парте Л-39, готовят летать на огромном скоростном перехватчике МиГ-31. Раньше не было такого, и как бы считалось, изначально, когда самолет пришел в войска, на эти самолеты, как, впрочем, на любой новый самолет, переучивали летчиков только первого класса. Сейчас мы берем летчиков без класса, немного увеличиваем вывозную программу, но результаты пока прошлого года, и будем надеяться, что этого года будут как бы положительные. Саваслийка для такой подготовки выбрана не случайно. В свое время здесь базировался знаменитый 148-й центр боевой подготовки и переучивания летного состава авиации ПВО. Перехватчик МиГ-31 профильный для Саваслийки тип самолета. Считали, что невозможно готовить летчика СЛ-39 на такой тяжелый скоростной самолет. Но опыт прошлого года показал, что можно брать лейтенанта, учить его на этот самолет специфический, и готовить его сразу на МиГ-31. И нет необходимости переучивать его несколько раз теоретически. Некоторые очень любят называть молодых военнослужащих мальчишками, зелеными пацанами, детьми. Мы имели возможность убедиться, это не мальчишки. Это молодые офицеры, летчики, которым уже завтра предстоит защищать небо России. В этом году сборы в Саваслийке проходят пять летчиков. Все они молодые лейтенанты, выпускники 2006 года. К обучению они подходят серьезно, основательно. Они не только не ждут поблажек, но и не делают их сами себе. И это неудивительно. Ведь у них, как принято говорить сегодня, есть высокая мотивация. Им собираются доверить самолет, на котором раньше обучали летать только уже весьма опытных пилотов. Планируем мы в течение двух с половиной месяцев, что летчик налетает порядка 45-50 часов. Освоит дневную программу, будет летать днем в простых, сложных метеоусловиях, на средних, малых высотах, на больших и в стратосфере. Одиночные. То есть программа достаточно жесткая. Все условия для подобной интенсивной подготовки летчиков сегодня в Саваслийке есть. Сумели сохранить. Классы с обилием наглядных пособий. Тренажеры. Аэродром и авиапарк. Сами машины. 31-й. Но главное люди. Опытнейшие летчики и инструкторы. В авиации роль учителя необычайно важна. Схемы, брошюры, инструкции. Все это здорово. Но быстро и хорошо научить летать может только другой пилот. Летчик с талантом, умением и опытом педагога. Началось переучивание здесь же, в Саваслийке, с теоретического курса. Он был довольно объемным, 60 суток. После этого они продолжили летать на Л-39, на летных сборах в Ейске. И сразу после этого прибыли обратно в Саваслийку для практического изучения Мига-31. Здесь началась наземная подготовка на технике и зачеты. Под руководством инструкторов проходят занятия на реальной боевой технике. Потрогать, пощупать, почувствовать самолет необычайно важно. Здесь, на летном поле, у настоящих Мигов, их узлы, агрегаты, механизмы, приборы перестают быть абстракцией. В кратчайшие сроки занятия на реальной технике позволяют узнать свою будущую машину. А характер у 31-го непростой. Кому попало его не укротить. Мощный, массивный, скоростной самолет слушается только твердой руки. Для маневров эта ракета мало подходит. Но маневренный воздушный бой ему и не нужен. 31-й может и должен уничтожать всех противников на дальних дистанциях. Таково его главное оружие. Я думаю, что это самый серьезный самолет в российских ВВС и один из самых мощных самолетов в мире. Поэтому летать на нем – это очень большая гордость. В освоении, в практическом, это считается самым сложным и тяжелым самолетом. Поэтому любой полет, любой полет – это очень многое требует внимания. Очень большой подготовки на земле перед полетом. Все-таки, как говорится, у летчиков победа в воздухе куется на земле. Вот так оно и есть. Особенно на этом самолете это очень актуально. Огромное внимание уделяется работе на тренажерах. Они здесь, прямо скажем, не новые, но со своими задачами вполне справляются. Именно на тренажере молодой пилот учится видеть кабину. Во время полета ему нужно фиксировать десятки показаний. Даже если ему придется летать на новейшем самолете со стеклянной кабиной, несколькими мониторами вместо десятков цигерблатов, он должен быть готов получать и анализировать огромное количество информации. Для этого нужно уметь правильно распределять внимание. Этому и обучаются молодые лейтенанты на тренажерах. В самолете разница, конечно, большая, что на самолете, на тренажере. Да? В отличие от большой. Ну, тут только на тренажере отрабатывается распределение внимания в установке. На самолете с реальным полетом не сравнится. Летчики, стоя на фюзеляже, делают на первый взгляд странные движения. Приседают, вглядываются вперед, вытягивая шеи, словно отрабатывая комплексы какой-то замысловатой восточной гимнастики. Это и есть лётная гимнастика. Именно так пилоты учатся видеть, как приближается взлётная полоса. Примерно такую картину им придётся наблюдать из кабины садящегося самолёта. Занятия в классах, отработка элементов пилотирования на тренажёрах, плотная работа с настоящей техникой на земле. После недель интенсивного обучения начинается ответственный этап – сдача зачётов. Под строгим контролем инструкторов, молодые пилоты демонстрируют своё знание самолёта. Никаких троечек с минусом, как в училище, тут быть не может. Вариантов исхода только два – или знаешь, или нет. Во-первых, в училище мы все были курсантами, и к нам отношение было, соответственно, более лояльное. А здесь уже прибыли сюда в качестве офицеров, и отношение уже другое, более жёсткое. Больше делается акцент на самостоятельную подготовку, как основной вид подготовки. И больше спрашивают. Вообще-то намного всё серьёзнее. Сдача зачётов показала. Теорию и марчасть молодые лейтенанты освоили хорошо. Плавно, соразмерно отдать ручку, чтобы задержать взлётный угол. С какой взлётный угол уже? И вот наступает самый волнующий для молодых лётчиков день – полёты. Начинается он рано, в 6 утра. Инженеры и техники готовят самолёты. Тягачи буксируют миги со стоянки на полёты. Готовится к полётам и взлётно-посадочная полоса. Она должна быть идеально чистой. Небольшой камешек может привести к трагическим последствиям. Первым взлетает разведчик погоды. Наиболее опытные пилоты центра определяют условия предстоящих полётов. Это очень важно. Ведь сегодня будут летать молодые лётчики, которые пока могут пилотировать машины только в простых метеоусловиях. Перед вылетом ещё и ещё раз они тренируют глазомер, готовясь сажать самолёт. Ведь посадка – самый сложный элемент полёта. После посадки разведчика всё ещё раз собираются в классе подготовки и выслушивают самые детальные указания на полёты. 18-го числа погода обусловится влиянием периферии гребня антициклона. Ожидается малооблачно. И вот, наконец, всё готово. Запускаются двигатели. МИГи выруливают на взлётную полосу. При выруливании, по давней авиационной традиции, техник должен коснуться крыла. Для того, чтобы дотянуться до крыла МИГ-31, человеку нормального роста приходится подпрыгивать. В воздушном маре взлёты машин выглядели немного нереально. Но это не мираж. Один за другим красавцы-перехватчики разгоняются и стремительно устремляются ввысь. Из кабины самолёта открывается фантастический вид. Банальный вопрос, а почему вы выбрали авиацию, отпадает сразу и навсегда. Внизу проносятся леса, реки, посёлки. Вокруг, кажется, можно рукой коснуться облака. Это простой полёт, без всяких сложных элементов. Но как труден он для молодых пилотов? Молодые лейтенанты летают вместе с опытными лётчиками. Пилот-инструктор одновременно и оценивает их навыки и помогает. В случае чего, может и поправить. Нас уверяли, что инструкторы подправляли машины только на посадке. Но вполне возможно, они при необходимости рулили их полётом. Но пусть это будет их маленькой педагогической тайной. Ведь самое главное, что первые полёты вчерашних курсантов состоялись. С летающей партией пересаживаться на корабль МиГ-31 нелегко. Но всё получилось. Здесь не было фигур высшего пилотажа, толпы восторженной публики, но полёты МиГов стали настоящим зрелищем. Грациозно, чётко соблюдая интервалы, перехватчики садились на бетонку совослейки. За машинами распускались купола тормозных парашютов. Тут же у самолётов проходит предварительный разбор полёта. Даются первые оценки. Есть технические ошибки, есть ошибки, так как пресловутый человеческий фактор, который, если лениться не будет, будет нормальная работоспособность. Ощущения от первого полёта на МиГ-31 у лейтенантов непередаваемы. И понять их можно. Не имеющий аналогов сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия в воздушный боевой корабль. Таков полный титул МиГ-31. Не случайно в натовской классификации он носит ещё одно имя. Гонщик. Цель полёта, я считаю, достигнута. Отлично. Хоть по мочасти сложная, но я считаю, мы её освоим. Каждый полёт, естественно, из неё надо самый высоком выжимать и брать всё, что можно с полёта. Я счастлив, что, так сказать, мне доверили. Осваиваю такой тип самолёта. А на другое хотел бы переучить? Нет. На СУ-27, например? Нет, не хотелось бы. Да, машина сложная, она непростая. Но делаем всё возможное, чтобы освоить. Молодые лейтенанты не зря учатся летать на этом самолёте. Сейчас проходит глубокая модернизация самолёта МиГ-31. В этом году самолёт должен поступить войска. Есть план перевооружения, и постепенно все полки получат новый модернизированный самолёт. То есть самолёт не умрёт. Благодаря новейшей авионике и вооружению, МиГ-31БМ превосходит классический 31-й по боевой эффективности почти в три раза. В основном идёт математическая обработка. Улучшаются характеристики станции. То есть радиоакционная станция самолёта будет дальше видеть. Ну, скажем, от тех возможностей, которые и так запредельные, она будет увеличена практически на треть. Будут другие ракеты. Некоторые его качества не просто уникальны. Они недостижимы для всех других машин. Так только ракеты модернизированного мира способны поражать противника на расстоянии в 280 километров. Кабина на МиГ-31БМ будет современной, стеклянной, с мониторами. Хочется верить, что большинство этих молодых лейтенантов будут летать именно на новой машине. Но в памяти у них навсегда останется первый полёт на МиГ-31 в Самослейке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова